Итак, зачем же мне читать Библию? То отношение, с которым мы приступаем к Священному Писанию, напрямую будет связано с тем результатом, который мы можем получить впоследствии. И многие христиане приходят в результате к такому вот внутреннему отношению к Библии. Раз я христианин, значит я должен читать Библию. Это моя обязанность, но и чтобы мне не было стыдно, ладно, я буду читать Библию. Это мотив стыда. У других, если я не буду читать Библию, то Бог меня накажет. Это мотив страха. Если я не буду читать Библию, то что обо мне скажут другие? Когда вдруг я окажусь несведущим в общем собрании церкви? Это мотив человекоугодничества. Если я не буду читать Библию, то я ничего не смогу получить от Бога. это мотив корыстолюбия поэтому и нам нужно с вами определить для самих себя зачем мне нужно читать библию чтобы наш мотив при чтении писания при обращении к писанию он был правильным зачем мне дана эта книга ответ на этот вопрос следующий для того чтобы я мог ясно понимать бога который желает общаться со мной если мы с вами хотим общаться с человеком который говорит на другом языке первое с чем мы сталкиваемся это вопрос как я его могу понять то что он говорит мне непонятно я не понимаю ни одного из его слов но я хотел бы его понимать я хотел бы с ним общаться но для того чтобы нам его понять нам придется выучить его язык и тут нам не обойтись без словаря что мы с ним делаем нам нужно будет брать словарь и через наше тело заносить эту информацию куда на территорию нашей души нам нужно будет задействовать свой интеллект воображение память эмоции волю чтобы эту информацию извне всю громадку весь словарный запас ясно загрузить на территорию нашей души буквально чтобы наша душа была перезагружена и когда одна из сторон будет понимать язык другой стороны только тогда вопрос их непонимания будет решен и тогда общение между этими двумя сторонами будет производиться беспрепятственно когда мы с вами говорим о нашем общении с богом то мы с вами должны говорить об общении между духом бога и нашим духом желание бога чтобы наш дух мог принимать информацию от духа божьего затем передавать это на территорию нашей души наша душа могла бы передавать эту информацию нашему телу и наше тело могло бы осуществлять определенные действия но именно вот здесь на территории нашей души у нас и происходит проблема потому что когда информация из нашего духа пытается прийти на территорию нашей души происходит конфликт почему потому что наша душа не понимает этой информации она приучена думать по другому она приучена следовать за другим ходом мыслей по другой модели мышления у нее совсем другая логика другой взгляд на происходящее событие поэтому когда мы говорим о роли священного писания о роли библии то вы должны понимать что она как раз и предназначена для того чтобы оказать должное влияние на преображение нашей души чтобы изменилась именно наша душа наш образ мышления интеллект воображение память для того чтобы мы научились качественно понимать и общаться с богом